Привет, друзья! Мы вчера в город ездили по делам, и вот я там решила зайти в фикс прайс, посмотреть, что там появилось для нас с вами, для садоводов-огородников. Но, к сожалению, вот такой еще там не совсем большой выбор, только у них начинается смена декораций, там еще много даже к Новому году товара осталось. Но потихоньку начинаются уже завозы. И вот я решила с вами поделиться своими такими, ну, я думаю, удачными покупками. Возможно, и вам это тоже пригодится. Но с чего я начну? Ну, сначала вот с таких вот уже, с вещей, которые покрупнее. Купила я вот такие вот кассеты для выращивания рассады. Вот здесь их по 18 ячеек, вот две упаковочки взяла, по 29,50. Для чего я их покупаю? Мне нравится вот именно вот в таких вот объемах выращивать рассаду бархатцев. И вот я еще сею немного свеклы на рассаду, для того, чтобы потом вот ее в теплицу высадить к томатам. Чтобы пораньше потом свеклу собрать. И заодно купила вот таких вот два мини-парничка. Они вот с крышками, как раз вот эти кассеты сюда, вот видите, как хорошо встают. Удобно будет семена посеем, крышкой накроем. И вот у нас с вами получилась такая мини-тепличка. Сразу не будет очень удобно проращивать вот эти вот сами растения. По 55 рублей вот стоят сами вот эти парнички. А потом, знаете, я как еще, кстати, вот использую, я потом в качестве поддонов и даже применяю, когда вот уже парники не нужны, ставлю сюда горшочки с растениями. Они вот на балконе вот растут. Потом вот такие вот горшочки еще купила по пол-литра. Есть у меня вообще такого плана, но он другой формы немного. Ну, решила еще десяточек взять свеженьких. Они очень хорошо вот этот объем. И вот форма сама подходит для выращивания вот той же лобейной и тех же петунии. Вот после того, как я проведу пикировку, то есть пересажу их, больше объем. И как раз вот до того момента, как их надо будет нам грунт выращивать, вот пол-литра будет земли вполне достаточно. Вот эти горшочки по 6 рублей. А в другом магазине я уже видела их вот по 10, по 11. Вот видите, вот все-таки какая вот разница есть. Да, еще, кстати, сразу вам хочу сказать, я не рекламирую магазин FixPrice и их товары. Я действительно просто вот показываю, делюсь с вами, но потому что все-таки, ну, здесь на порядок ниже цены, а качество, я не думаю, что намного хуже, чем в других магазинах. А порой даже бывает и лучше, здесь можно купить товары. Еще купила себе перчатки, но, к сожалению, как мне муж сказал, ну вот, урвала последнюю пару. Но, действительно, больше их не было. Люблю я такие перчатки, они с нитриловым покрытием. То есть, вот заниматься, вот ковыряться в земле очень удобно, руки быстро не пачкаются. Я обычно сразу беру себе на сезон несколько штук. Они здесь вот по 55 рублей. А в других магазинах я вот уже видела даже в районе 100. Вот представляете, практически в два раза разница. Самое главное, что даже вот бывает и одна фирма-производитель. Так, и вот еще вот такие вот взяла себе таблички. Ну, как и по-другому кто-то называет, бирки садовые тоже для растений. Я вообще показывала, говорила, что я покупаю обычные вот такие вот пластиковые ножи одноразовые. Они совсем дешево стоят, ими удобно пользоваться. Вот, чтобы вы знали, где что мы с вами нас сажали, выращиваем. Но вот мне понравилось. Вот эти вот розовенькие, голубой цвет. Но вот хочется иногда что-то такого красивого на грядке. Вот хочу их применить. Вот к перцу буду высаживать, и к перчикам туда вот подставлю такие таблички. Здесь же дается еще и карандаш в запасе, то есть в наборе. Очень удобно подписали. В конце сезона вытащили, все промыли, карандаш смыли, губочкой протерли. То есть не один сезон можно ими пользоваться. По 20 штук упаковки стоят они 55 рублей. Но я говорю, это все-таки не одноразово. То есть не на один сезон, а на несколько сезонов вот таких табличек вполне хватает. Купила вот такой вот, посмотрите, биогумус для рассады. Это вот такое вот у нас органическое удобрение. Кстати, вот вы часто меня спрашиваете, чем вот я подкармливаю рассаду. Я вот всегда отвечаю, что я предпочитаю вот именно органику. Нравится мне вот именно биогумус. Биогумус это же настолько вот полезная вещь. Абсолютно невозможно сжечь, перекормить растение. А при его применении у нас и корневая система будет развиваться хорошо. И растение будет такое получаться. Рассада крепенькое, здоровенькое. И плюс ко всему прочему, применение биогумуса, то есть подкормка растений биогумусом, повышает устойчивость их и к болезням, и вредителям. Единственное, я всегда брала вот обычные жидкие. А здесь вот именно такое гелеобразное состояние. Но здесь очень смотрю, очень удобно его разводить. Написано вот, например, при поливе рассады полтора миллилитра геля разводится в литре воды. А здесь 350 миллилитров. Представляете, как вот надолго его хватит. И стоит он 59 рублей всего-навсего. Так что я считаю, что получилась очень даже выгодная покупка. Ну, конечно, увидела фитоспорин. Взяла еще пачечку фитоспорина, паста 100-граммовая. Вот эта пачка 29,50 она стоит. Я потом посмотрела, мне вот что, почему все это понравилось. Очень такие свежие выпуск. То есть, выпущен это в декабре 2021 года. А вообще у пасты у нее срок хранения довольно-таки большой. Но все равно, думаю, пускай будет за 29 рублей. Но всегда в хозяйстве оно все пригодится. Дальше что? По поводу еще удобрений. Сейчас покажу. Вот такие вот удобрения. Вот такой вот здравень аква. Я уже не раз покупала, но я покупаю его для комнатных цветов. Вот, кстати, я вот когда фитоспорин готовлю, я вот именно вот этот здравень добавляю. Вот меня здесь спрашивали, что-то вы добавляете для того, чтобы оживить, улучшить сам раствор. И вот купила опять еще одну упаковочку для комнатных цветов. И также еще взяла вот такие две упаковки. Это уже идет, правда, ни разу не пробовала. Здравень аква для рассады. Стоят они по 11,50, вот такие пакетики. В них 10 миллилитров. Это мне надо для рассады. Я потому что рассаду комнатных, рассаду цветов однолетних я всегда подкармливаю уже после того, как произвела пикировка. Где-то через неделю-полторы уже начинаю подкармливать. А для чего? Для того, чтобы мне все-таки потом получить более пышное продолжительное цветение. Поэтому тоже вот предлагаю вам обратить внимание на это удобрение. Здесь целый комплекс сбор микро-макроэлементов. То есть вот здесь вот если почитать, прям все великолепно. Плюс здесь еще добавлены гуматы. А гуматы, они всегда прекрасно помогают и для развития корневой системы, и для лучшей приживаемости рассады и так далее. Так, ну следующее мое богатство сейчас покажу вам. Взяла вот два пакетика триходерма. Тоже свежие в декабре 2021 года. Поэтому пускай будет триходермином я всегда пользуюсь. Так же, как фитоспорином. Это вот для профилактики грибковых заболеваний. Причем и в закрытом грунте, и также и на грядках. А стоят они по 27,50. Дешевле, чем в других магазинах. Вот напоминаю, правда. Взяла пакетик гуматокалия в порошке. Хотя вот гуматокалия у меня есть и такой вот жидкий. Но взяла на случай, потому что у него вообще срок годности у него не ограничен. А гуматокалия, это как я уже тоже много раз повторялась. И еще раз повторюсь, что это такое комплексное удобрение, подкормка с микроэлементами. Тоже это всегда нам бывает нужно. Особенно, когда вот у нас начинается сезон плодоношения. Так, взяла пакетик бурной кислоты. Правда, у меня есть, но на случай я взяла. Потому что она то появляется, то пропадает. Но бурная кислота нам не бывает, в принципе, нужна всего один раз за сезон. Это когда-то у меня начинают зацветать томаты. Я вот их опрыскиваю. Ну и здесь у меня немножечко химии. Как вот хоть я не очень ей люблю пользоваться, но в запасе она всегда должна быть. Вот такой вот препарат фитоловин. Я про него рассказывала, когда вот показывала видео про болезни огурцов. Он должен быть всегда у нас для чего под рукой. Потому что он прекрасно справляется. Но, конечно, на начальном этапе это с бактериальными какими-либо инфекциями, гнилями. Поэтому вот он бывает не всегда. Вот я даже специально как-то его искала и в других магазинах не нашла. А здесь вот увидела и тоже думаю, пускай будет. Но лучше все-таки нам немножечко подстраховаться. Стоит он 27,50. В принципе, нормальная абсолютно цена. А здесь, кстати, 4 миллилитра. Обычно бывает продается по 2 миллилитра упаковочки. И вот такой вот еще взяла препарат Дискор. Тоже стоит 27,50. Но это я взяла уже конкретно для декоративных кустарников или, может быть, цветов каких-то. Он нужен нам, если появлять какие-то мы увидели пятнистости. Там, не знаю, на розах, на каких-то других цветах, на флоксах, например. И также очень хорошо от мучнистой росы даже можно им обработать в качестве профилактики растения. Так, это вот что касается вот таких вот пакетиков. Купила вот такую вот себе еще вещь. Первый раз я, ну, может быть, раньше не обращала внимания, но не попадалась мне, по крайней мере, вот на глаза. Вот такое вот у нас идет гумусное органическое удобрение. Называется «Хозяин-батюшка». Здесь у нас состоит оно, это ферментированный компост на основе куриного помета. И плюс еще вот гуминовые вещества. Вот, вы знаете, вот решила попробовать, почитала. Вроде такой хороший состав. Я обычно, когда вот высаживаю рассаду, вот особенно огурцов, они же любят поесть. И в лунки я добавляю при посадке гранулированный куриный помет. Компост добавляю, биогумус добавляю. А хочу в этом году провести эксперимент. Вот пару огурчиков при посадке в лунку, вот заправить лунки сами, вот именно вот этим вот удобрением. Вот посмотрю, что будет. Потому что очень меня привлекла, ну, честно говоря, цена. Вот килограмм, вот здесь вот в упаковке килограмм. И стоит тоже 29,50. Причем я посмотрела вчера, так люди его очень активно покупают, вот это удобрение. Я не знаю, может быть, кто тут, если из вас пользовался, поделитесь мнением, стоит ли вот проводить такой эксперимент или нет. Так, ну и последнее. Купила вот еще один такой поддон. Стоит он здесь 99 рублей, но называется он поддон для обуви. Наверное, тоже многие уже и покупали, и видели. Мне очень нравится, во-первых, вот на них, когда начинаешь заниматься, пересаживать, сажать, очень хорошо все вокруг чисто, потому что здесь бортики, вся пыль, вся грязь остается внутри. И потом, когда вот я уже рассаду переставляю вот на балкон, у меня там хорошие широкие подоконники, на эти поддоны тоже можно сверху поставить, выставить горшочки, тоже все будет чисто. И, кстати, горшочкам будет тепло, все-таки, да, они довольно-таки такие, где-то миллиметра три точно у них толщина есть. И даже через эти поддоны можно будет потом и рассадку, и поливать. Потому что здесь недавно я была в этом, в Леруа, забыл название, Там уже в районе 200 рублей такие поддоны стали стоить. Поэтому тоже вот рекомендую вам. Ну вот, друзья, вот на сегодня все мои покупки, все мои обновки. Вот, честно говорю, я довольная. Напомню еще раз, что в фикс-прайсе все это купила я. Большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok